Делегация молодых представителей общественно-политических кругов из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Болгарии, Румынии, Турции и Украины прибыла на курорт сегодня утром. Участники сразу приступили к работе, обсудив в ходе пленарного совещания социокультурную миссию туризма, стратегическое партнерство государства и различные формы сотрудничества. Безусловно, Сочи интересен как город, который пережил Олимпийские и Паралимпийские игры. Ну и, наверное, интересен наш университет, раз выбрали нас в качестве площадки, потому что мы проводим много мероприятий, имеем большой опыт межкультурного, научного сотрудничества, студенческих, академических обменов. И, безусловно, это необходимо развивать и на уровне стран-соседей. Более 25 представителей соседних государств в течение двух дней познакомятся с инфраструктурой, проектами и образовательными программами университета, который уже сотрудничает с вузами Германии, Франции и Испании. Сейчас ведутся переговоры с Болгарией. Попытаться объединить усилия и найти общие интересы с российскими студентами из этой республики приехали три делегата – кандидат Болгарской академии наук и руководители СМИ. Для начала я хочу узнать их, увидеть и познакомиться. Это очень важно для меня. Я должна понять, какого характера их интересы, пообщаться с ними и понять, что они ожидают от нас. И после этого, я надеюсь, мы сможем начать работу по обмену студентами. Накануне молодежный форум принимала столица. После посещения Москвы и Сочи участники должны принять итоговую резолюцию о продолжении гуманитарного сотрудничества в Черноморском регионе, что станет логичным продолжением проекта, начатого еще в 2012 году. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.